всем привет всем отличной пятницы напоминаю что в разделе сообщества вышел анонс на блиц консультации также можете записаться на личные консультации по ссылке мои услуги под этим видео вот и подписаться на мой второй канал на youtube и да кто не подписан ссылка есть тоже под этим роликом а мы с вами сегодня посмотрим расклад который я назвала что оставила отпечаток вашей памяти на всю жизнь ведь на это может быть какие-то события это может быть какой-то человек вот и посмотрим для чего то есть что именно оставила отпечаток и для чего не почему для чего разница вопроса да то есть умение правильно создавать вопросы когда мы говорим вопрос почему начинаем что-то с вопроса почему у нас идет отсылка в прошлое и это всегда включает какие-то эмоции почему потому что вот это вот этой мы сразу включаемся эмоционально и у нас идет воспоминание прошлого когда мы задаем вопрос для чего у нас сразу обозначивается будущее время то есть ты это делаешь для чего для того чтобы и здесь вот есть какая-то такая более сконцентрированная энергия и направленная на будущее и она предполагает какие-то действия то есть для чего-то это делаешь для того чтобы и вот дальше многоточие каждый ставит что-то свое поэтому умение правильно задавать вопросы то в принципе чем владею до в коучинге вот но это идет из более раннего периода вспоминаем да сократа и бон диалекте диалектики этот я как-то по-русски то блин диалектический этот способ да то есть умение задавать вопросы таким образом чтобы человек сам осознавал ответы на них а либо осознавал где в чем он заблуждается да то есть получал по сути ответы на свои собственные вопросы в том в чем и должен заключаться настоящий коучинг не знаю как сейчас я уже давно не практикую но суть заключалась в том что приходя на коуч сессии человек ну то есть коуч должен уметь правильно верно задавать открытые вопросы таким образом чтобы у коучей то есть у клиента происходили происходил некий такой инсайда то есть понимание того что и как он должен делать то есть это получается не некая такая беседа об другого человека когда клиент коучей называется сам начинает говорить вот эти и озвучивая мысли вслух он приходим приходит каким-то выводом но на самом деле если это опять же таки скажу да мастерская какая-то коуч сессия то в принципе действительно человек может получить ответы на многие вопросы но на самом деле таких мастеров я много не видела да опять же таки прошел больше пяти лет как я не сталкиваюсь коучингом но опять же таки коучинг это мне кажется мои субъективное мнение это не для всех это для людей такого достаточно высокого интеллектуального уровня потому что она предполагает ответственность не все люди любят ответственность тем более когда сами себе обозначивают что они должны делать вот и при этом их никто не будет контролировать человек должен быть и ответственный и дисциплинированный и быть готовый к тому что он сам будет говорить да либо то с чем он столкнется но среднестатистический человек ему коуч сессия не не совсем подойдет но то есть он пройдет ему понравится у него останется какой-то такой приятный приятное послевкусие и потом он быстро об этом забывает вот но сегодня мы посмотрим что оставит отпечаток в нашей памяти на на всю жизнь так позиции выбрали позиции номер один единички смотрим что у вас от по осталось в памяти от вашей какой отпечаток аркан силы знаете для кого-то это может быть как позитивно так и негативно негативно это некое такое насилие которое оставила насилие может быть как физическое это может быть и морально и нравственное ну то есть вариантов много это может быть некий подавление какое-то бесконечное от может быть одного человека может быть от нескольких но формат в принципе вот этого вот абьюза он присутствует также здесь это в негативном ключе позитивном ключе здесь может опять-таки позитивно нейтральный я бы так сказала некий такой страх кто-то этот страх переборол кто-то наоборот с ним столкнулся то есть знаете вот в такие моменты когда ты пугаешься особенно если это в детстве когда еще по сути психика ребенка не обременена опытом вот он как губка вот втягивает в себя и всасывает все все эмоции особенные поэтому ребенок напугавшийся да в детстве иногда говорят о том что он может стать заикой не знаю насколько это с точки зрения психологии обоснованно или нет но в любом случае вот такие вот детские какие-то страхи они могут стать даже травмами поэтому здесь может быть и такие страхи могут быть взрослые какие-то страхи то есть тоже которые оставили какой-то свой отпечаток ну у каждого эти страхи будут свои сейчас мы их не будем обозначивать но они тоже как-то вот запечатлелись причем это не обязательно какие-то обоснованные страхи да это может быть например кто-то там когда ездили были еще пионерские лагеря лагеря не знаю сейчас есть или нет вот и был вот этот вот интересный момент да когда на ночь рассказывали какие-то страшные пугалки да а поскольку ты как правило лагеря были в горах не знаю были ли на море или нет но помимо артека известного вот в горах да то это тишина это вот такая нагнетающая атмосфера и может запечатлеться в памяти да вот эти вот какие-то пугалки страшилки то есть это не обязательно что-то такое большое весомое но она остается в памяти кто-то здесь может наоборот запомнить те моменты когда смог укротить вот эти свои страхи да удалось удалось укротить какие-то свои страхи и инстинкты человек получил удовлетворение такое тоже может быть да например не знаю как на олимпийских играх да когда есть вот эти вот переживания получится не получится да и человек очень сильно тревожиться здесь какой-то стресс идет не вот сильное напряжение а потом вот там не знаю ну например штангу до поднимает и вот у него все получилось и он получил золотую медаль вот это вот вознаграждение да то есть и человек вспоминает не только золотую медаль какую он получил но что он прошел да вот этот вот путь страха какой-то вот здесь сильный какой-то отпечаток был оставлен что еще что еще оставлено отпечаток в памяти на всю жизнь здесь такое чувство что вот как будто бы вам все время приходилось как-то бороться вот что-то отстаивать составить какую-то свою точку зрения именно в диалоге в дискуссии в беседе и ощущается это как-то вот оставили что надо было кому-то что-то доказывать я не знаю может быть это кому-то из родителей может быть школе учителю то есть вот как будто бы вот эта бесконечная борьба до сражения отстаивать свою свой какой-то выбор то есть то что мы сделали по двойке жезлов ранее и сейчас как-то по семерке жезлов мы должны отстаивать не знаю может быть например своего партнера да то есть его не принимали в семье и вот этот вот выбор вам приходилось с кем-то бороться отставить что нет это мой выбор я хочу этого человека я буду с ним и вот может быть вам препятствовали говорили что нет он не для вас что-то такое то здесь все что связано как-то с диалогом здесь не надо было физически как-то что-то отставить ну то есть не кулаками здесь идет отстаивание своей позиции и отстаивание своего какого-то выбора да то есть право на выбор что например я пойду учиться туда-то куда я хочу а не туда куда меня направляет и вот это вот как-то вот запомнилось потому что она была как-то эпизодически все происходило там не знаю хлопанье дверью ухожу как говорится с голой пятой точкой да я сама всего добьюсь вот какие-то такие моменты да и они тоже запомнились что еще оставила отпечаток вашей жизни какие-то идеи новые какие-то идеи ну и также человек конечно куда же без императора куда же без императора здесь какой-то человек так вот это может быть взрослая мужская какая-то фигура достаточно значимая весомые для вас а для кого-то это может быть какой-то партнер какой-то мужчина который оставил след вашей жизни опять же таки это не обязательно только личной жизни да это может быть вот какое-то яркое яркая знакомство с человеком который повлиял потом на вашу жизнь да это может быть не знаю какой-нибудь учитель это может быть бизнес какой-то партнер либо вообще человек в бизнесе и вот вы даже может быть напрямую не знакомы с ним вот как-то косвенно это вот какая-то фигура, которая вас вдохновила на какие-то желания. То есть бывает так, читаем какие-то книги об успехе знаменитых каких-то людей, либо впоследствии этот человек прославился. И вот это настолько нас как-то воодушевило, что благодаря этому мы начали совершать какие-то действия. Это привело нас к чему-то. То есть здесь какая-то такая фигура может быть. А может быть и в личных отношениях есть какой-то человек, который оставил отпечаток в вашей жизни. Так, что еще оставила? Либо кто еще оставил отпечаток в вашей жизни? Какой-то отпечаток, связанный с разочарованием, то есть какая-то болезненная ситуация. Но при этом в этой болезненной ситуации конечный результат привел к тому, что вам открылся какой-то шанс. То есть, знаете, это как через терни к звездам. То есть вы как-то запомнили эти терни, но при этом вы и знаете, что эти терни, они привели вас к какому-то шансу, к каким-то звездам. То есть какой-то вот такой болезненный путь. Может быть, даже так, как выстроились карты в ряд, это был какой-то человек, из-за которого вы как-то разочаровались, он принес вам душевную боль, оставил какие-то раны, но при этом вот благодаря этому человеку вы изменились, и что-то в вашей жизни пошло в лучшую сторону. То есть открылась вам как шанс какой-то, как какая-то возможность на улучшение вашей жизни. Так, ну и давайте теперь посмотрим, для чего все эти были отпечатки вашей жизни. Для чего? Сейчас отпущу карты. Здесь это был какой-то вот действительно про насилие, действительно какой-то болезненный урок. А еще не жмогу. А еще не жмогу. Какой-то вот болезненный урок. Он был дан вам для того, чтобы вы проработали здесь какие-то свои страхи. Как раз-таки вот здесь вот это может быть каким-то образом и пересекаться семерка жезла, да, чтобы вы научились как-то отстаивать себя, чтобы вы научились выстраивать границы. То есть, знаете, когда есть какой-то абьюз, подавление, да, то здесь человек должен измениться, он должен стать более уверенным в себе, научиться понимать свою собственную ценность, для того, чтобы озвучивать другим людям, да, как с ним можно обращаться, а как нет. То есть здесь изменения должны произойти внутри, внутри этого человека. Его психика должна окрепнуть. И вот здесь как будто бы вот это вот все было дано для того, чтобы вы какие-то страхи проработали. Есть какой-то здесь сценарий, очень такой глубокий идет, вот, и он был дан для того, чтобы, как урок, да, чтобы вы изменились, чтобы вы перестали бояться, бояться говорить, что вы хотите, да, как вы хотите, чтобы не впадали какие-то иллюзии здесь. Чтобы вы, по сути, трансформировались, да, изменились. Чтобы вы двигались вперед, двигались вперед как-то так, знаете, достаточно бесстрашно, чтобы пришли к королеве Пентакли. человеку такому достаточно стабильному, но очень важно здесь понимать, что этот человек, королеве Пентакли, она ценит, она ценит себя в первую очередь, да, она ценит эту жизнь, она понимает то, как это сказать, то, кем она является, но вот именно в контексте отношения к себе, да, то есть человек ценит сам себя в первую очередь. Да, что вот вся эта ситуация была дана вам для того, чтобы вы как-то изменили свою систему ценностей и в том числе изменили свои эмоции, да, то есть возможно здесь есть какие-то заблуждения, возможно здесь наоборот надо было укрепить как-то свой дух, да, свой характер и не быть по королеве Кубков такой достаточно мягкой, где-то и не быть вот в состоянии, знаете, ожидания. Рыцармичей говорит о том, что нужно двигаться к тому, что ты хочешь, да, не ждать от кого-то, что кто-то тебе это даст, а наоборот идти и брать то, что принадлежит тебе по праву, отстаивать, уметь про это говорить, за что-то бороться, то есть здесь вот какая-то активность должна была присутствовать. Так, это у нас с вами была первая позиция, вот такая. Соберем карты. И мы с вами переходим к позиции номер два и к красненькому камешку. Двоечки. Что? Видно, да? Что оставило отпечаток вашей памяти на всю жизнь прям вот? Что? Скорее всего здесь то, как вы двигались к какой-то своей цели, да, как вы ее добивались, как вы прикладывали какие-то усилия. То есть здесь сам путь, именно достижение какой-то вашей цели, он запечатлился. Еще что? Король Пиндакли. Какой-то человек здесь. Здесь может быть какой-то обман, хитрость от человека, которому вы доверяли. Человеку, которому вы здесь доверяли. И прям вот он действительно оставил такой сильный отпечаток, да, здесь был какой-то обман. Обман. Но благодаря этому человеку, хоть мы и посмотрим, да, но все равно такое ощущение, что благодаря этому человеку вы какой-то бы стали более осторожные, что ли. Может быть доверились кому-то, открылись кому-то и получили тот необходимый опыт для вас, когда нужно уметь выбирать и понимать, кому можно доверять, а кому нет. Что говорить, как говорить, кому открываться, а кому нет. То есть здесь вопрос доверия вот прям проходит. Что еще оставило отпечаток в вашей жизни? Какие-то новые начинания. Скорее всего, путь взросления. Когда вы как-то вот неожиданно взрослели. Либо здесь может быть такой момент, что оставили, например, свой родной дом, да, и потом надо было куда-то переехать. То есть какое-то новое начинание. Да, это может быть, например, когда вы едете в другой город учиться. Либо вот как-то начинаете свою самостоятельную жизнь. Либо наоборот куда-то переезжаете из того места, где вам было привычно комфортно. То есть вот начинание того, чего-то нового, да, какого-то нового витка в вашей жизни после того, как что-то оставили позади. То, что вам было знакомо, то, что вам было известно, это может быть метаворически в вашем характере, а может быть и по факту на самом деле, да, когда вы действительно куда-то едете, куда-то двигаетесь. Может быть, какое-то путешествие, да. Я не думаю, что это какое-то далёкое, ну, типа, за границей. Нет, это вот какой-то, может быть, пикник какой-то, может быть, куда-то вот вы пошли. Ощущение того, что вы куда-то пошли, и после того, как вы куда-то пошли, либо откуда вы-то ушли, да, вы уже не вернулись обратно таким же человеком. То есть вот вы ушли одним человеком, а вернулись другим человеком. Вот здесь такой какой-то смысл. Что ещё оставило отпечаток в вашей памяти? Маг. Маг может быть как человек, а может быть и, коль выпадает двойка, да, двойка кубков, да, туз кубков. Какие-то отношения ваши, какие-то отношения, где такое чувство, что в этих отношениях вами управляли, манипулировали, да, но при этом вот вы были очень сильно влюблены. Потому что двойка кубков, туз кубков говорит у нас про любовь. А человек был магом. Человек был, ну, вёл лидирующую позицию, да, в ваших отношениях. Вот здесь вы их и запомнили. Хорошо. Для чего? Для чего вы запомнили вот то, что осталось у вас? Ну, это было необходимо для вашей души, да, для вашего пути, для того, чтобы проработать какие-то убеждения. Вообще, это всё нужно было для того, чтобы научить вас двигаться дальше и не останавливаться. Потому что здесь, знаете, человек, который часто спотыкается, очень часто совершает какие-то ошибки, и от этого не то, что ему добавляется уверенность, да, что вот, окей, я упал, встал, то есть здесь нету такого воина-борца. А здесь, наоборот, человек, который каждый раз, когда падает, вот такое ощущение, что ему каждый раз крылья отрезает, и он дальше не уверен, а хочу ли я пойти. То есть здесь не хватает человеку вот какой-то внутренней силы, внутреннего духа, да, что нет, я смогу, у нас получится, мы это сделаем. Какой-то такой, то есть здесь человек очень быстро разочаровывается, огорчается, падает духом. Ещё для чего у вас это осталось в памяти? Для того, чтобы вы, опять-таки, отстаивая, да, для того, чтобы вы научились выбирать по душе вот то, что действительно вам говорит ваша душа, не то, что вам говорят другие люди, либо какие-то советы. Для того, чтобы вы научились выбирать то, что для вас ценно, то, что для вас важно, потому что вы должны идти своим каким-то путём. Здесь про это вот всё показано. То есть не идите как будто бы на какие-то уступки, не идите на компромиссы, делайте то, что вот хочет ваша душа. Опять же таки, когда я говорю не идите на компромиссы, не идите на уступки, нужно услышать меня правильно, я не говорю в контексте категоричности, что всё, вот прям больше никогда этого делать. Нет, надо смотреть, быть более гибким, надо смотреть по обстоятельствам, то есть не надо вырывать слова из контекста, а надо смотреть всё время в каком контексте что говорится, либо что делаете. То есть если вы видите, что вы начинаете взаимодействовать с каким-то человеком, и вам приходится наступать на горло своей песни, в таком случае вам говорится, что нет, зачем идти на уступки этому человеку. Делайте то, что хотите вы, выберите какой-то другой подход, выберите другого человека, выберите другое направление, другой способ достижения того, что вы хотите. Варианты всегда есть. И здесь вот как раз-таки по двойке педакли нужно научиться выбирать свой вариант, тот, который будет ценен для вас, выбирать свой путь, свою звезду. Вот о чём я здесь говорю, а не то, что вот прям категорично вот это вот нужно, а вот это нет. ещё для чего, для чего вас это всё оставило отпечаток? Для того, чтобы вы научились жить по-другому, не жить из страха, а наоборот, страх должен быть исцелён. Для того, чтобы вы убрали из своей жизни какую-то тревожность, для того, чтобы привнесли больше уверенности, больше света в свою жизнь, больше позитива, для того, чтобы излечить какое-то вот именно чувство вины, что ли. Для того, чтобы вы перестали как-то себя накручивать. То есть вот через всё ранее описанное как опыт, оно должно было привести вас именно к такому выводу. Не знаю, какой вывод вы сделали для себя, как правило, в болезненных ситуациях мы всегда делаем какой-то негативный вывод, в плане того, что всё больше так не буду ни с кем общаться, никто мне не нужен, закрывая и всё такое, вместо того, чтобы сделать это более созидательный вывод для себя. Но вот здесь как раз-таки речь идёт о том, что нужно было делать действительно созидательный какой-то вывод. Так, это была вторая позиция. Так, солнышко поставим сверху. и мы переходим к последней позиции третий троечки. Троечки, смотрим вас, что оставило отпечаток в вашей жизни прям очень сильный. Какой-то, какая-то поездка, какая-то дорога. То ли вы кому-то ехали, да, королю жезлов, то ли вместе с королём жезлов. То есть, что-то было в поездке либо в том месте, куда вы должны были приехать. Семёрка кубков говорит о том, что нужно было определиться с каким-то выбором. Опять-таки, поездка может быть как в прямом смысле, так и метафорически, да, то есть, это какой-то путь. Запомнился тот момент, как вы приняли какое-то решение. То есть, это была такая скоростная дорога, либо в этой поездке надо было принять какое-то, ну, то есть, поездка была и в этой поездке надо было принять какое-то решение, да, то есть, вот, как это сказать, как экстренное какое-то, да. Ну, например, я не знаю, едете по дороге и вдруг машина ваша воспламенилась, либо на скорости что-то поломалось, и надо принимать очень быстрые какие-то решения, что сделать, как быть, да, то есть, как потушить эту машину, где, что, то есть, вот именно не паниковать, а включать свою голову и принимать очень быстрые и правильные и верные решения, то есть, вот это осталось. Для чего это осталось? Давайте по порядку. Для чего у вас это запечатлилось в вашей памяти? Ну, с одной стороны, она показала вам какие-то новые пути, да, достижения чего-то, либо решения чего-то, с другой стороны, открыла какие-то новые дороги, то есть, благодаря этой ситуации вы что-то поняли, да, для себя и открыли какие-то новые дороги, увидели новые горизонты, поняли, что где-то есть какие-то убеждения, да, которые вас ограничивали, их нужно оставить позади и идти в новое. Ну, плюс ко всему, еще получили какой-то новый опыт, еще для чего. Ну, благодаря этому вы завершили какой-то большой цикл в своей жизни, и вот как будто бы заново переродились, да, то есть, вот благодаря этой ситуации, может быть, для кого-то жизнь разделилась на до и после, да, но здесь идет вот какое-то перерождение, возрождение, человек рождается заново, благодаря какой-то переоценке, очень глубокой переоценке ценностей. Хорошо, еще какие ситуации, либо какой-то человек, либо события оставили отпечаток в вашей памяти на всю жизнь? Четверка Пиндакли, опять про выбор, да, Аркан влюбленных. Кризис, как вы долгое время выходили из какого-то кризиса, да, из князя, из грязи, скорее всего, в князи, да, как вы справились с какой-то трудной, сложной ситуацией, может быть, эта ситуация была связана с деньгами, может быть, с болезнью, в общем, какой-то кризис, как вы преодолевали, и благодаря этому кризису вы как-то вот тоже дальше двинулись, то есть вышли из какой-то своей стабильности и пришли к девятке кубков тому, что вы получили то, что вас удовлетворило как результат. Для чего? Для чего у вас запомнилось это? Это интересно, какой-то опыт был, да, здесь, потому что выпадает дьявол, да, возможно, здесь человек понял именно вот иллюзорность, своих каких-то мыслей, как иногда наш мозг нас обманывает, и из-за этого не получается построить то, что мы хотим, либо пойти как-то вот в новое, то есть здесь какая-то иллюзия была, и человек понял либо свои какие-то теневые аспекты, да, либо вот иллюзорность какой-то ситуации, либо то, что мы проецируем на других людей, на другую ситуацию, то есть вот какой-то обман, какой-то обман здесь был, и, ну, обман не по отношению к вам, а обман в вашем сознании, да, как будто бы разум сыграл какую-то злую шутку, и вот вы запомнили это, да, навсегда, и при этом при этом это помогло стать вам королевой жеслов, то есть вы как-то вот приняли по окончанию этой ситуации правильное верное решение, и оно помогло вам измениться, изменить свой характер. Есть еще что-то, что оставило отпечаток в вашей жизни? Ну, что-то из прошлого, это ясное дело. для кого-то это может быть брак, а для кого-то это какая-то ситуация эмоциональная, из которой вы вышли победителем. что это за ситуация, я не знаю, но вы как будто бы справились, прям, это была сложная какая-то ситуация, это не была простая ситуация, о чем говорит. Да, и опять, вот видите, двигались дальше, то есть все, что у вас запоминается, да, может быть, долгое время не развивалось, все, что у вас запоминается в памяти, это то, как вы все время что-то преодолеваете, да, что-то оставляете позади и идете дальше, то есть вот какие-то ситуации, люди, опыт, где нужно себя преодолеть и двигаться дальше, вот это вот все время у вас это всплывает. Как выйти из какого-то застоя, да, может быть, из каких-то дружеских отношений, когда, ну, это не приводит уже ни к какому развитию. Вы как будто бы в этих ситуациях учитесь общаться, взаимодействовать и понимаете, что есть справедливо, что есть несправедливо, вот как вам нужно действовать, может быть, даже развязываете какие-то кармические уроки. Для чего? Для чего у вас в памяти это запечатлилось? Какая-то борьба, а, для того, чтобы вы как-то вот внутри себя прояснили свои убеждения, потому что есть какие-то противоречия, да, что вот эти вот противоречия, благодаря логике, да, чтобы они как это, растворились, ну, вот, в общем, исчезли, да, и это помогло вам стать императрицей, потому что как-то вот вы не могли прийти к какому-то, к какой-то договоренности внутри себя, очень много разногласий, очень много разных каких-то точек зрения, и вот эти вот противоречия, да, они вас как будто бы разорвали, и используя именно логику короля мечей, да, чтобы вы пришли к императрице, вот, как-то так, это была третья позиция, я благодарю вас всех за внимание, хочу пожелать вам приятных осенних, скорее, приятных осенних выходных, всего самого наилучшего, всем пока-пока!